Об реальной ситуации спортсменной дисциплины можно мерковать по выниках работы мобильной группы ГОМСКОГАР Воконкама. Летость она проверила 101 предприемства и выявила 4 тысячи порушений. Некто, споднявший на работу, негде не выполняет санитарное потребование, а не основная колькость фактов гребывания правилами охоты празы. У сумной статистации минулого года 5 выпадков смиротного и 17 тяжкого травматизма самая травма небеспечная профессии слесара, электромонтера, водителя и будовника. При этом практически две трети несчастных выпадков отбились по вине самих потерпелых. 46% лица старше 50 лет. То есть это говорит о том, что люди уже начинают думать, что они в охране труда опознали все, что они не допустят никаких вопросов, нарушений, возможно даже пренебрежения. Ну невозможно, если имеются факты. И вот результат. Бодай наибольша эффективная мера по лепшению ситуации – возмостнение профилактичной работы, сирот огученных пропанов, проведение медицинских контролей за станом алкогольного опьянения работников не только в початку смены, а на протягу усяго працонного дня. Плюс организация со встреч с людьми, які стали инвалидами на вытворчестве и семьями загинувших. Хоть только вытворчими проблемами на посаджении гарвоконкам они обижавалися. На протягу пятиапошных годов у Гомеля значалась тенденция снижения гибели людей на пожарах. Разом с тем початком этого года, оказалось, не вельми оптомистичным, загинули два человека. Правда, потерпелых могло быть и больше. По информации городского отдела, по надзвучайных ситуациях, нигде непроцвучие люди сбираются у подвала, где на поддашках жилых домов, где распивать спиртные напои и разводить в огнище. Неограничение доступа в подвальные чердачные помещения. Как показала практика, последняя погибшая у нас находилась в подвальном помещении, туда же также был неограничен доступ. Поэтому еще имеют место факты неограничения доступа в Бросово, недостроенные здания. Также будут рассматриваться эти вопросы и применять все мер к лицам и к собственникам этих зданий, которые допускают неограничение доступа. Олег Синчеров, Игорь Маришенко, Телерадо, компания «Гомель».